У каждого геймера бывает такое, что иногда та или иная сессионка начинает надоедать. Я лично долгое время играл в колду, поигрывал в батлу, свисал в варзоне и много времени провел в фортнайте. И когда ты уделяешь много времени одной и той же игре, ты приедаешься и хочешь чего-то нового, если тебе не разбавляет это чувство еще дополнительным контентом. Но даже новое обновление, которое меняет карту, вносит новое оружие, по сути не делает игру какой-то другой, от чего хотение чего-то нового опять возникает. Недавно я для себя открыл новую игру по названию The Finals, которая была анонсирована давно, в которую поиграли уже пекари и которая не является королевской битвой, внезапно да, но которая при этом в целом не очень зашла. Бета-тест наконец-то дошел и до обладателя иксбокса, кем я являюсь в принципе, и в этот раз я расскажу вам про это творение. Перед началом видеоролика обязательно ставьте лайки, а то мы не продолжим. Нет, я серьезно, если кто-то из вас сейчас не поставит лайк, я на этом в принципе закончу. Нет, не ставите, ну ладно, надеюсь при просмотре это сделайте, но кто прожмет прямо сейчас, спасибо прямо ему огромное. Не забывайте также подписываться на канал и знайте, что любую игру и подписку для вашего иксбокса можно приобрести у ребят из иксгеймс по ссылочке в описании. Начну пожалуй с того, что я люблю пострелять и в целом не против попробовать что-то новое, и в последнее время я понял, что от фортнайта я стал немножко уставать и хотел бы найти замену, ну чего-то такого же веселого, в меру динамичного и командного. В целом в проекте The Finals, который, повторяюсь, находится пока в бете и в дальнейшем будет бесплатный, который будет как Warzone, как Apex Legends, ну короче в форме фри-то-плей, я наконец-таки в ней нашел замену тому самому фортнайту. Как вы могли заметить, она стильная, визуал чем-то напоминает батлу, и это не просто так, ибо делали ее старые разработчики батлы, но ничего общего с батлой, кроме, наверное, разрушения и визуала она не имеет. Кстати, стилистик все-таки хороша, и многие скины выглядят действительно байтово, молодежно, и отчасти отдает это все Ведждогсам вторым. Но для начала, мне кажется, все-таки лучше рассказать про общую концепцию игры. Данный проект представляет собой командный, это, кстати, важно, шутер от первого лица, который представляет собой многоуровневый геймплей, в котором вы можете разрушить абсолютно все и даже завалить целое здание. Руины, руины! Ебать, дом падает, блядь! Сука, ипотеку еще не выплатил! Но прикол здесь не совсем в разрушаемости, а, наверное, в комбинации всех элементов игры, которые, на мой взгляд, выполнены крайне гармонично, отчего возникает удовольствие от игрового процесса, а самое главное, желание продолжать в это играть. И я рад, что игра, в принципе, вызывает такое чувство. Многие на этом моменте, особенно те, кто пробовал играть в эту игру всего лишь одну проигранную катку, могут не согласиться с этим. И сказать, что это полное дерьмо, а не игра, и, честно говоря, при первом заходе вам действительно может так показаться, поскольку у нас мало вообще кто проходит обучение, чтобы понять игру, и в последнее время сложно найти себе нормальных тиммейтеров с голосом. А в этой игре это капец как важно. Просто когда я сам пробовал эту игру, она мне сначала не понравилась за счет большого ТТК, не очень понятной концепции, что-то все прыгают, бегают, тебя убивают, ничего не видно, и мне показалось, что порог вхождения там крайне высокий. Особенно если ты не понимаешь, как играть. Но все оказалось иначе. Я не даром упоминал, что это командный шутер, и что без тиммейтеров тут делать нефиг. Это действительно так, и как бы вам игра, не знаю, не казалось бы какой-нибудь колдой, в который можно там просто бегать в соло. Командная взаимопомощь тут на уровне Overwatch'а. В игре вам представлено три класса, пиздюк, нормальный и огромный. Это совершенно разные по применению персонажи, которые капец как нужны тебе в команде. Мистер Пиздюк это реально маленький чел, который носится как угорелый, имеет ПП и имеет в себе в спецвозможностях круг, что позволяет забраться практически на любую высоту, или же слинять с поля боя, но в то же время и имеет маленькое количество жизней. Средний класс он сбалансированный, жизни у него достаточно, имеет калаш, имеет гаджет в виде кнопки, с помощью которой можно высоко упрыгнуть, имеет сканер и он может лечить. Да, ровно так же как и англ в Overwatch'а. Ну а у огромного все огромное. Пушки, задница, жизни, а еще способность проламывать насквозь стены. И хоть звучит это может быть не особо интересно, но играть очень кайфово. В бета-тестировании представлено всего лишь два режима. Честно говоря, надеюсь завезут режимов побольше, ибо может быстро надо есть. Первый режим это некая интерпретация захвата точек. Появляются две точки, а-ля терминалы, и появляются два сейфа. Через некоторое время сейфы становятся доступны и вам придется положить их в терминал, протаща там пол карты их. Понятное дело, что за этим терминалом охотятся другие, но самый интерес возникает в том, что сдача денег происходит долго. И один сейф это одна зафиксированная сумма. То есть если вы не удержите терминал, его возьмет другой под самый конец, там за 2 секунды до времени окончания, вы нифига не получите. И от этого происходит лютое месиво, в которое вам приходится действительно подумать, как вам грамотно либо удержать, либо завоевать терминал. Второй режим это некий сбор денег, в котором есть точки с банком, после открытия у вас капают денежки, и ваша задача донести деньги до терминала, прежде чем у вас отберут, либо вас убьют. И в том и в том режиме выиграет тот, кто получит больше бабла. Глядя на огромные многоуровневые карты и на геймплей некоторых стримеров, игра покажется скучной и медленной. Кажется, что большое количество времени это просто беготня, но нет, это не так. Поскольку практически все карты имеют рост для быстрого передвижения, имеют некие джампы, чтобы прыгать высоко, да и сам респаун игроков ставит практически около той или иной нужной точки. И несмотря на то, что в бою у вас будет всего лишь максимум 4 сквада из 3 человек, динамика боя или борьба за деньги иногда крайне высокая. И кажется, что если бы народу было бы больше, месиво будет просто нереальное. Поэтому в целом, как бы я скептически не относился к малому числу игроков в этой игре, мне показалось это приемлемым. Мне еще, кстати, в этой игре понравилась фишка с картами. Если вы обратите внимание, то есть места, в которые может пролезть только персонаж с классом пиздюк, для того, чтобы, например, слинять от того же огромного. Есть здание специально под высоту прыгающей мины среднего класса и, соответственно, есть стены, в которые можно просто пробежаться напролом. Единственное, при всем при этом крайне бесит карта, не имеющая земли. И если ты бежишь напролом, случайно можешь тупо упасть и потерять все, что имел. Стрельба тут ощущается довольно-таки хорошо. Ты чувствуешь отдачу, ты чувствуешь скорострельность. Единственное, непривычно и бесит, это визуальный эффект того же калаша. Тут довольно-таки большой разброс. И от этого первой катки ты не понимаешь стрельбу вообще. Но в целом, когда ты привыкнешь, дискомфорта не возникает. Но попадать иногда все-таки сложно, особенно на большой дистанции. И за счет этого я как раз-таки понял, что игра не про дальнюю дистанцию. Она тут либо средняя, либо же близкая. От этого у игроков есть и по холодному оружию, если что. Что касаемо бесячего многих высокого ТТК, тут я встану на его защиту и объясню, почему эта игра не может существовать без низкого ТТК. Хоть мне тоже иногда не нравится такая тема, но за счет этого игра вынуждает вас играть мега командно. Если вы соло игрок, то эта игра не для вас. Как в колде прийти и взять в одно рыло победу не получится. Да, конечно, вы можете взять огромного, пальнуть из базуки, подпалить огнеметом. Можно действительно снести весь квад прям в легкую. Но вам при этом должно очень хорошо повезти и ваши соперники должны оказаться нубами. Ибо встретив нормального пиздюка, он без проблем может раскатать и огромного, если использует скорость и крюк. И свою замечательную ПП, которую может без проблем еще и перестрелять. И соответственно за счет сквада вы должны регулировать те или иные недостатки персонажей. Ибо того же пиздюка на изи можно было вынести средним классом с калашом на средней дистанции, немного помогая огромному. И как раз таки за счет большого ТТК создается время для того, чтобы сыграть командный. Подлечить, засейвить, оттянуть, использовать какой-то гаджет. К примеру, когда моих товарищей валит, я понимаю, что обегать дом будет долго, я просто беру и крушу стену на пролом. Тем самым отвлекая чуваков, выиграю время, чтобы расправиться с челиками. Если было бы маленькое ТТК, то бежать было бы бессмысленно, ибо мой сквад бы точно раскатали бы. Ситуация, в которой, к примеру, у среднего класса много денег. За ним гонится, в итоге ты либо за огромного рассчитываешь ему путь, либо же пенишь чувака, либо задерживаешь. Короче, тимплей тут очень круто ощущается и оправдывает наличие большого ТТК, поверьте мне. Тут, знаете, такая же тема, как с Overwatch. Это нужно просто почувствовать, смириться и понять, что да, тут большой ТТК, но при всех функциях игры это более чем оказывается гармонично. И когда вы начинаете играть слаженно, то большой ТТК для вас вообще проблемой не будет. Мы же в эту игру играли, используя все классы, и при этом я скажу, что это было очень гармонично, поскольку в игре создаются такие ситуации, в которых важна каждая способность. Например, вы воруете деньги, огромный идет, их всех разбирает, отвлекает, средний ему помогает и, например, хилит. Ну а мистер пиздюк в это время может просто схватить все выпавшие деньги с врагов и догнать кого-либо, и, соответственно, молниеносто донести кэш до терминала, ибо у него большая скорость. Таких ситуаций тут очень много, и ты пытаешься их действительно решить с помощью тех или иных гаджетов или умений персонажей. Конечно, оторвать тому башку, кто смену гаджетов и оружия придумал, нажимая на ЛБ, а потом на СИК, но я надеюсь, это исправит, ибо переключение на крестовину было бы просто удобнее. Да, привыкнуть, конечно, можно и к этому управлению, но это не так кайфово. В итоге, если вам нужно запломбировать стену, кидайте туда гранату с пеной, встречайте врагов при помощи там пламенных гранат, ловушек и прочей фигни. И, сыграв, наверное, каток 20, я пришел к выводу, что это клевая, действительно веселая игра, которая в будущем может стрельнуть. Если они добавят туда побольше режимов, сделают принудительное обучение и посоветуют найти тиммейтеров, ибо с рандомами в эту игру, повторяюсь, играть лучше не стоит. Вы просто можете испортить себе впечатление. Только с друганами, только с голосом, никак иначе. Ибо в эпичных моментах при отсутствии двух нормальных челиков вы просто будете сливать. И крайне редко вам будет в соло что-то удаваться сделать. Техническое состояние игры довольно-таки удовлетворительное, за исключением, наверное, жестких просадок, странное решение сделать туманную карту, в которой больше чем двух метров ты ничего не видишь. И только тут сканер тиммейтов спасает, вот реально. Ну а также иногда случается отказ стика, который решается через кнопку ЛБ. Да, такое несколько раз было, ничего страшного, отвисало, и в целом это все-таки бета. В остальном играется довольно-таки весело, интересно и динамично. Единственная проблема во всем этом, это, наверное, первая проигранная катка и отсутствие тиммейтеров. На мой взгляд, это то, что может действительно помешать этой игре выстрелить, поэтому разрабам нужно с этим, ну, что-то делать. В остальном, я бы сказал, что проект уникален. Аналогии игры, похоже на The Finals, назвать крайне сложно, но я больше нахожу, наверное, связь с Apex Legends и в то же время с Overwatch'ем. Ну а визуал тут похож на батлу. Такая вот каша, но она вкусная. Поэтому, когда выйдет, обязательно попробуйте поиграть, поскольку игра дарит положительные эмоции от игрового процесса, чувство победы, ну а самое главное, в нее хочется возвращаться. Поэтому очень надеюсь, что после выхода она сразу не умрет. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Если понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите обязательно свое мнение об этой игре, если вдруг успели поиграть. И еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok